Итак, это учёба, это наука. Как у нас на Украине говорят, с меня фляжка. Кому? Анатолию Викулову. Я образно, был бы он здесь, точно фляжку бы поставил, был бы где-то рядом. Итак, расколол 110 семечек абрикоса для посадки. Есть такой способ, я забыл, есть, по-моему, карификация, ой, я этим никогда не пользовался, где-то подвела память, карификация, что ли, ну, то есть, отпиливают немножко, а кто-то и раскалывает. Вот. И вот для меня Анатолий Викулов послужил очень ценной информацией. Очень ценной. Потому что я, конечно, тоже, ну, если бы меня кто-то выкормил, кто-то бы зарплату платил, я бы перепробовал бы всего. Польза от меня была бы большая, потому что я никогда не мелочусь. Если я сажу, там, сотню тысячу. Вот так вот я зарабатывал и авторитет, и опыт. Но все не мог ухватить, например, я никогда не раскалывал косточки перед посадкой. Смотрите. На сегодняшнем вебинаре затронули тему о качестве ваших семечек. Не ошибся, я вам другое видео присылал о том, как в природе растут северцы абрикоса. Именно его я разместил в северных книгах. Ладно. Видео о расколотых 110 северных абрикосах размещу в вашей месевой книге. Если ссылка на видео вставится. Раскалывал цех эксперимента для посадки без скорлупы. Взошло процентом соотношений примерно столько, сколько в скорлупе. Я думаю, что без скорлупы взойдет большее количество. А нет. Еще раз говорю. Ценящая информация. Сколько было готово к сходу, столько и взошло. Видимо, это влияет общее условие. Глобальное, а именно прошлое лето. Вот это тоже такой же. Значит, я не сошел с ума. Где-то на небе кто-то дает команду придержать, кто-то дает команду. Ну то есть процесс управляем, что ли. Управляем. И вот именно это вы и говорите. На это влияет общее условие. Но я применю слово управляемое. Просто лето и наложила отпечаток на плоды и на вскоре семян. Оставив остальные на будущий год. О, о, чтобы растянуть на несколько лет и дать гарантированную выживаемость вида. Думаю, это природный механизм. Ну то, что здорово вы это писали. Здорово. Вот точно фляжку не жалко. Что же касается моего эксперимента, то могу подвести итог. Не взошедшие без корлупы семена. Без корлупы. Или сгнили. Или съедены червячками вроде тех, которые картофель горжут. Мышей не было. Это оказалось не их работа. А вот те, которые в скорлупе, благополучно лежат в земле. В следующем году ждут сходы. Все нормально-ка должно быть. Вот ссылка на видео сюжет. Ну, Анатолий, ну, порадовали. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Понимаете, я никогда не раскалывал. Рискую я тоже, что будет плохая схожесть. У меня бывали плохие схожести. Даже очень плохие. Я никогда не рассказывал. Не потому, что я в такой нелебознатель. Я наоборот слишком любознатель. У меня подсознательно была эта мысль, которую вы оформили. Не может быть нормальным. Вот расколол косточку, он спит. Он еще это как недоношенный ребенок. Вот видите, я по-своему... Нет, наоборот, я так же интерпретирую, только применяю другие термины. Как недоношенный ребенок. Раскололи, посадили, не сходит. Тот, который и так бы взошел. Может, ему не хватало там чуть-чуть. До схода. Вот. И, ну, неудобно применять эти сами, знаете, термины. И в жизни нет, не буду. Итак, вы знаете, о каких терминах я говорю. Видя сюжету, у меня не отсказался, но ваше письмо бесценно. Вот. Вы мне заменили еще, возможно, чтобы я этим не занимался. Вы летали 110 косточек. Слушайте, какое у вас образование, гражданин новикул. Ну-ка, колитесь. Вот. Вы не простой человек. Вот. И ваши выводы, то, что у меня подсознательно в душе было, вы взяли, осветили, вы выставили, наверное, на это, на это, озвучили то, чего... Я боялся даже звуть, потому что откуда я знаю, может, я не прав, может, все 110 расколол, все 10 мусаши. Может, я прохожу мимо прекрасного способа, расколол посадил, оказывается, они так, что они прекрасны. Или сгнили, или снижены семечками. Вот так вот. Спасибо, Анатолий. Вот это у нас команда. Понял, да? Анатолий.